Дорогие друзья, возвращаемся к вам и будем смотреть за второй картой, конечно же, Найн Пандас против ВП. Заяц, попрос по-прежнему микрофонов, и у нас надежда, ну по крайней мере у меня в сердце, что еще есть тузы в рукавах у Найн Пандас, сейчас еще какую-нибудь интересную идею нам покажет. А где Фурион? Ну, Фурион, ну не пошла игра у человека, ну что, ну бывает. Ну, знаешь, вот я всегда это сравниваю с историей, когда ты едешь в какой-нибудь там пробке и один раз не успеваешь проехать на зеленый, вот все, перед тобой красный загорелся, и ты на всех следующих светофорах будешь на красном. Вот то же самое и здесь у Профета получилось. У него не пошло с самого начала, он умер, отдал ФБ, и такое ощущение, что вот все, ты дальше из игры выпадаешь. Ну, ну как-то больше, не знаю, вот как-то по такой плейстайл, наверное, хочется какой-то Blade Mail купить, если честно. Вот как он залетает просто во всех там подволну. Как такой, скажем так, до конца, то есть влетел, просто Blade Mail поражал, дальше будь что будет. Ну, он как-то, ну, впитывал, он прям впитывал, давал разведку, тут другой вопрос, нужно ли было это команде или нет, вот, потому что все-таки они за счет этой разведки киллы делали, вот, но пару смертей действительно казались прям, ну, лишними, лишними, да. Ну, то есть, опять же, давай вспомним, вот, если в обратном порядке смотреть, последние смерти соул не так сильно влияли уже на историю, вот, когда там подкипера, который БКБ прожал снизу, он прилетел, погиб, ну, там уже в ВП ввели 6 тысяч золота. Ну, тут больше, мне кажется, ошибка координации, да. Это действительно показывает, что команда немного не чувствует друг друга, то есть, возможно, не проговариваются эти вещи вслух, а нужно же все это. Ну, даже теоретически, вот они нападают на котла, он нажал БКБ, выбежал, а дальше как его бить? Ну, типа, тычками он будет, типа, стоять, смотреть, но он же быстрый, вот, ну, как-то, вот один принял решение выйти, да, а второй, типа, уже как бы все, я уже как бы ничего. Да тяжелая игра для Нейн Пандес, тяжелый соперник, мы все-таки говорим про ВП как про коллектив, который будет бодаться с спиритами в самом финале этих квалификаций. И слоты, скорее всего, получат и спирит, и ВП, если никто не споткнется, а пока к этому просто нет материалов, что так думают, что у них что-то пойдет не по плану. А дальше, я думаю, что Нейн Пандес найдут своих соперников. Еще здесь самое главное, вот, обкатывать эти моменты, делать свою, доводить свою стратегию до идеала, наверное. Ну, посмотрим, что придумают, вот, наверное, действительно, Клакверк, это была какая-то заготовка, да, они его дотянули до последнего пика. Вот, к сожалению, не сработало, хотя, ну, выглядело прям неплохо. То есть, если как-то это чем-то еще подкрепить, да, то есть 35 тысяч урона он все-таки наколотил. Надо придумать, Фурион под это подходит, да, то есть ты под разведку увидишь, во-первых, сколько у тебя героев бежит, да, кто из них битый, не битый. Теоретически, это удовлетворяет Фуриону, может лететь, потому что есть Вижен. Вот, и вот пару раз удалось реализовать. Вот, как-то подумать по поводу других героев, чем это можно еще скрепить. Вот, например, Спектра. Понимаешь, Фурион Спектра. Вот она, допустим, под вот этот Вижен, под вот этих битых героев прям выглядит... Идеально. Прям красиво, да? Ну, это опять мы вот на все это смотрим, мол, должно получиться. А в реализации тут споткнулся Спектра без фарма. Вот если Спектра будет так же линию ставить, как тролль, который отставал там от всех по фарму, у нее тоже ничего не получится. Друзья, тем временем напомним вам, конечно же, что вы можете продолжать встречать праздник, Новый год 2024. Подарки продолжают сыпаться вам на голову. В данном случае от Винлайн, естественно, всем абсолютно пользователям. Неважно, когда вы зарегистрировались, заходите в приложение Винлайн, подарки вас уже ждут, если вы еще не проверили, что он там под елочку положили. Друзья, пока же, возвращаясь к разговору, мне в целом кажется, что драфт немного не сработал по своей задумке от команды NinePandas. И я хотел тебя спросить, не успел, будет ли Омник в банах от NinePandas. Либо не настолько он был силен, чтобы его отправлять за место того же Бэтрайдера или Кентавра. Это зависит от того, какие выводы они сделали. Ну, то есть, ты когда проиграешь игру, ты должен сделать какой-то вывод, фидбэк. Вот так окей, там где-то в драфте ошиблись, окей, там где-то ошиблись принятие решений или на лайнинге, и было все хорошо. Мне вот прям без глубокого анализа, без коммуникации с людьми сказать сложно. Вот, но до Омника так и не добрались. То есть, не было такой, знаешь, ситуации, где ты такой, о, слишком сложная игра у Омника. Он построил линию хорошо, он пофармил, ему отдали пару соло киллов. У него была прям идеальная игра, на нем был Салар, на нем был баф Магнуса. То есть, все было построено вокруг Омника, и он как бы себя хорошо реализовал. Через этот шар, через эту саблю, через этот молоток новый. Вот, и судя по всему, не считают в Найн Панда, что как-то Омник был проблемой. Их устраивает размен Фуриона против Магнуса. Кстати, Магнус, это он уже из четырех игр четыре раза долазит у нас до ферст пика. А он везде, он абсолютно везде. На тех же самых квалификациях дачи он был одним из самых популярных героев. И меня лично по-прежнему поражает, что Магнуса мы боимся меньше, чем Кентавра. Или чем Бэтрайдера, да? Ну да, 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 можно. Но с Кентавром ВП хорошо играет. А с Магнусом плохо. С Магнусом тоже хорошо. Кажется, Магнус куда более какой-то скерящийся, там, в лейд герой всегда актуален своим РП. Омника все-таки забанили во второй стадии. Да, решили, ну, его в баню. Ну, его в баню вот этого Омника, вот этого Алхимика. Ну, герои такие, не самые обычные. Это не те герои, которые будут до Талова стоять, там, фармить, да, которым нужна куча спейса. Это герои, которые сами могут посадить тебя на таймер и сами делать какие-то первые действия. Вот. И у АП с этим, получается, играть довольно-таки хорошо. Вот. Вопрос, есть ли еще что-то. Ну, знаешь, как там, у Сикритов условный, вот раньше играл Кристалис, у которого был этот Разоритель, который реально создавал кучу проблем. Да, ну, в любом случае, Магнус чем прикольный? Под него очень много коров, которых ты обычно не хочешь брать в некоторых ситуациях. Ты можешь взять, потому что у тебя есть вот этот вот баф импауэра. У тебя есть возможность, ну, относительно дешевой инициации. Мне вообще нравится Магнус тем, что он всегда ломает позиционку в файтах, всегда начинает какой-то сумбур. Добираю для ПНГ опять в угну. Ну, и Клок, ТБ, моментальный ответ от Найн Пандас. Прям... Ну, сейчас, кажется, против ТБ еще так много всего можно набрать. С одной стороны, да. Но с другой стороны, знаешь, вот этот Клок... Теперь ты знаешь, что этот Клок может пойти на мид. То есть это не обязательно суппорт. Хотя, блин, ну, было ли он так страшно на миде, не знаю. Но окей. Ну, мол, сейчас ты ведешь к тому, что буду думать, флекс это или не флекс, да. Пойдет ли он на 4, либо пойдет он там вообще в тройку какую-то. Типа того, да. Даже может соло сыграть тоже на Клоке. Вообще, я думаю, легко. Ну, опять же, мы говорили о том, что у Инкрата все было, в принципе-то, хорошо в его игре. То есть ему где-то не хватило там команды, где-то не хватило взаимодействия. Может быть, не стоит велосипед там менять и заново изобретать. Просто хорошо отстоять линии, когда у вас Корп оформить. Ну, появляется для Киридыча тот самый Faceless Void. Если они сейчас инвокера доберутся, это прям... Ну, это прям будет ультимативный тимфайт. Слушай, у них по-прежнему остается и инвокер, и кипер тот же самый, не в бане. Тоже под хроносферу будет хорошо смотреться с Faceless Void. И Эмбера тоже против них нужно убирать. Ну, вообще, вот Магнус Void это уже довольно ультимативная заявка. И на тимфайт, и на лейтгейм. Эти два героя лейтгейм проигрывают очень-очень-очень редко. Даже в первой серии сегодня против Team Spirit, когда было, там был момент с мега-крипами, когда они уже перевернули драку, когда их уже было не победить, на мой взгляд. Но там крик... Ладно, посмотрите игру, увидите, как закончилось. ТБ решает еще так же закрывать саппортами, потому что и Пугна, и Леона не способны убивать Лилюзии. Но Пугне нужен шар для этого. Хотя Леону тоже нужен шар. Ладно. Лундроид появляется. И вот если мы видим трех коров сейчас снизу от Найнбанды в центре экрана, не кажется тебе, что как-то жадновато выглядят? Всем очень нужны артефакты. Нет, это не жадно. Это не жадно, потому что Лундроид свою линию, скорее всего, выиграет. И жадно как раз будет УВП. А Клок, мы видели, он просто стоит в миде, ему все равно. Ему все равно, он собирает этот Агоним на 12-й минуте. И он уже супер-супер-супер полезный. Вот, потому нет, это не жадно. Единственный вопрос, это линия ТБ. Но если это ТБ Фурион или ТБ Клок, это линия суперстабильная. Вот. Даже если ты как бы побьешь на линии ТБ, он все равно довольно эффективно фармит Лис. Потому пофиг. Ну и Нокер у нас летает в бан. Да, потому что ты как бы с одной стороны показываешь, я не против сыграть агрессивно. У меня там, ну если ты медовой Клокверк, мы купим Агоним и попрем. Лундроид, в принципе, он готов рано попереть в атаку. И ТБ, он на самом деле способен подключиться. Это не антимаг, которому нужно там 1, 2, 3 артефакта собрать. Форму прожал, пошел драться. Да, форму прожал, получил все плюшки с нее. Получил тут раньше атаку, кучу урона. И как бы дерись. Когда у тебя еще нету шарда на пугне, когда у тебя нету шарда на лионе еще. Как бы удачи. Вот, магического урона, да, как-то не хватает. Еще у игроков Nine Pandas. У них как бы есть два варианта. Либо они доберяют этот магический урон и тимфайт, ну, либо дальше они продолжают развивать свою идею. Если это идея давления, да, то набрать еще что-то на давление. И попробовать оппонентов проломить прям очень рано. Не дать фармить этому Магнусу. Не дать фармить этому Вайду. Вот, саппорты пока что довольно уязвимые. И пугный Леон. Им нужен танк. То есть сейчас у нас должен появляться какой-то танк для ВП. Вот, который будет и против Друида неплох, который будет и против ТБ неплох. Вот, таких героев на самом деле не супермного. Не, ну слушай, у них как минимум есть Магнус, который этим фронтменом будет выступать уже на среднем тайминга. Ну, Магнус, он не фронтлайнер. Он инициатор. Это герой позиционки. Это не тот герой, который пойдет вперед и скажет, все, бейте меня. Понятное дело, что он хочет прыгнуть неожиданно. Это не тайт, которому как бы все равно. Просто брать фронтмена, вот как ты его рассматриваешь, в мид-позицию, которая нужна сейчас для ВП. Кто у нас из таких героев есть? Ну, не ДК же вы брать будете в мид. Ну, сейчас посмотрим. Но, понимаешь, сейчас Эмбер может быть фронтменом. Просто за счет того, что он покупает Мэш Слеер, пропрыгивает фистами по всем героям, срезает ей магический урон на 40%. И по факту это прям... Да, смотри, они идут по концепции того, что мы давим, появляется Луна, Луна ТБ. ТБ, что? Ты не думаешь, что жад, но я по-прежнему возобновляю свой вопрос. Лон, Дроид, ТБ и Луна. Где вы найдете деньги для них всех? Ну, если ты планируешь идти очень рано ломать постройки, то какая разница? Правильно? Будешь находить деньги на вражеской половине. Просто кажется, что это будет работать до момента, если такое произойдет, когда ВП смогут отбить эту атаку на вышку, сделают пару фрагов, ритмика собьется, и вы уже не будете вот этим катком проходиться по всем товарам. Я просто, знаешь, интересно, я видел и суппорт Лун, когда-то была мета, я видел и суппорт Террор Блейдов, но мета сейчас будет ближе к тому, что это суппорт Террор Блейд, ну, который приходит на лидию, просто спамит иллюзии, не дает как бы пулить, нажимает на втором левеле форму и попробует с ним разменяться. Вот и фронтмен. Да, это действительно смотрится круто, но, опять же, история с хроносферой мне не очень нравится, что хроносфера тут дэмэдж только войд вносит. Да, смотри, это Антарес с ТБ. Возможно, пытались в какой-то момент... Возможно, давай так, у них была идея с ТБ. Они увидели вот этого, как бы, Магнус Вайда, поняли, что, типа, окей, мы это не пробьем, еще два суппорта, которые против ТБ хороши. Он, наверное, сказал, типа, ну нафиг, я играть не буду, может ли кто-то сыграть? Да, давай, суппорт ТБ. И мы сейчас их закроем другой стратегией, мы их пойдем просто пушить. Вот, и в целом, ну, логика понятна, если честно. Вот. Но, опять же, здесь лейт по-прежнему довольно сильный у Найн Бандос, особенно если в Уберлейт там какое-то все это дело зайдет. Тем временем коэффициент 1.20 на ВП 3.80 на Найн Бандос. Еще более разрывные относительно первой карты, но вы, друзья, можете в лайве всю широкую линию ставки, естественно, посмотреть под винлайн в приложении. Наслаждайтесь игрой, остальное за винлайн. Мы же ждем старта этой карты и, надеюсь, что стартанут за здравие. Найн Бандос нужно здесь линии выигрывать и с самого начала начинать. Да, им надо выигрывать. Им надо выигрывать early game. Им надо выигрывать ранее mid game, и им нужно это реализовывать и идти кулаком. В лейте на самом деле у них шансов нет. Но Луна никогда в жизни не перебивает Вайда. Это невозможно. Я понимаю, что я рассматриваю там лейт, когда уже у всех вообще есть деньги, когда и Террор Блейд там пересобирается, становится кором. Четверка, он не насобирает тебе, поверь. Столько, сколько будет под Багнусом или Луна. Я прекрасно понимаю, да, это что Войт поэтому и берется, поэтому он сейчас является одним из лучших коров по показателям. Но Луна против Вайда это очень слабо. Что под Багнусом будет, Киритыч, боже. Да, да, да. Такой ужас. Короче, 25 минут, 25 минут панды должны прям задушить. На таймере, да, на счетчике оказывается у вас 9 пандас. Так, посмотрим еще, как Друид будет играть. Очень много зависит от Друида. Ну, потому что Клокмиде мы видели это довольно-таки стабильно. Ну, что-то батарею включил. Даже если там как-то застанили, бьют батареи крипов. Вот это. Тут единственное, что может пойти не так. Она может тебе как-то крипов подбивать. Знаешь, как там на аксик бывает. Заходишь, он такой бац. Ну, сейчас уже проще, потому что прокрутку ты понимаешь, когда будет. Но раньше не понимаешь, оно тебе подбивало. Так, Антарес прибегает. У него есть граната, танги, стики. Такой ТБ, который будет размениваться. Не самый сильный суппорт на лайнинге, если честно. Но неплохой. На самом деле не так плохо. Хотят подцепить, по всей видимости, пугну. ФНГМ проседает по здоровью. Да, он погибнет здесь. Хотя довольно мобильный, но нет. Слишком много дэмэджа. ФБ забирает в этот раз у нас 9 пандас. Напомним, на первой карте подставился соло и погиб первым. Здесь поучаствовал, бонус какой-то получил. Мелочи приятны. Но вот 3 руны богатство забирают в ответ ВП. Ну понятно, пока ты бежал. Вообще ФНГ мог Астрал вкачать, его бы не убили. Но он как-то вышел уже с бастом прокаченным. Я обычно не спешу. Вот смотри, приходит сквадикс, видишь, он скилл еще не прокачал. Вот если бы ФНГ так не прокачал, возможно, посчитал, что отдать ФБ это лучше, чем прийти на линию с этим Сэмпауэром. Может быть ошибся. Это уже надо у него спрашивать. Но скорее всего он скажет сам, что я типа не знаю. Посмотрим на дистанции. Все-таки ФБ, да, это приятный бонус, кстати. Денежки у нас, по-моему, получил Террорблейд. Если я правильно запомнил. Так, Айнкред, кстати, два крипа довольно красиво динает. Оттягивает крипов себе под вышку. Вот. И будет подфармливать. Наверху у нас оказывается Леон вместе с тем самым Праймл Бестом. Обожаю Леона в этой мете. Так радуюсь каждый раз, когда его вижу. Потому что так долго этот суппорт был в тени более актуальных героев. Если так обернуться на несколько лет назад, наверное. Так, и тут опять пробивает ФНГ. Антарес просто тычками лупцует. Вот. И подфармливает Альберка. Ну, кстати, вот если Войт будет стоять и против атаку трех юнитов тыкаться, да? Против ТБ, против Медведя, против обычного Медведя. Это прям... Не то, что хочется у нас. Так, тут у нас Соло делает ТП. Получает плюс урон. Ух ты, крипов динает. Ничего себе. Здесь, опять же, пробивать Праймл Беста тяжело. Будем откровенны. Очень плотненький. С двумя гантелями. Уже там 900 здоровья практически. Плюс Союж всегда на подсейве. И вот, это бесконечное высасывание маны. Дэмэдж по тебе, пусть и небольшой, но неприятный. Интересно, кстати, какая будет раскачка у этого Леона. Что он именно будет максить. Снизу вполне возможно будет еще какое-то столкновение. ФНГ в этот раз себя уже сейвит. Ну да, вот Астрал суперэффективный здесь. Вообще, если посмотреть на урон Пан, да, то есть ТБ Физа, Лондруид Физа. Фурион это микс, Клапверк Магия, Луна это микс. Да, но все-таки тоже больше Физа. Так, Айнкрат тут крипа одного подрезал. Ну и в целом, да вообще как-то легко через эту батарею стоит. Прям много урона она наносит. Опять же, в мид-позиции сменилось лицо от команды ВП, да, поменяли кипера на Магнуса. Но мне кажется, именно ритмика по карте та же самая остается. У Магнуса все хорошо по фарму, и Скмадикс, мне кажется, раньше пойдет на линии. Просто вот ВП, они любят собраться и подраться. У них здесь тоже есть ресурсы для того, чтобы эти файты выигрывать. Прийти там к тому же самому Праймал Бисту вместе с Леоном. У вас уже все вот есть. Набор героев для того, чтобы фраг сделать на линии. У них проблема будет вверху на верхней линии. Я уже вижу этой Луны, потому что ее как бы с одной стороны пробивают. С другой стороны, если на нее нападут, то Фурион тебе вряд ли поможет. Да, у него стана нет. Он в прямом смысле слова помашет ручкой и улетит, скорее всего, когда на тебя нападут. Да, ну и наоборот, тут тоже верно. Если на Фуриона нападают, то этим героям крайне тяжело друг другу помочь. Потому Алиберка вынужден играть аккуратно. У нее 12 крипов. Ну, надо дофармить все-таки свои артефакты, да. То есть сапоги, маску смерти, пару врейсбендов и пойти просто в лес. Ну, а дальше ждать инициативы от Медведева. Скорее всего, от Медведя, от Клока. Вот, но от Клока будет тогда, когда у нее появится Аганим, это мы уже поняли. Вот, у Медведя, может быть, раньше. Все зависит от того, как он будет стоять лайнинг. Пока что все у него неплохо. Так, у нас схватили Нотис-то. Ну, теперь они могут получить... Ну, Нотис, наверное, третий левел хочет. Это было бы прям логично получить и потом напасть. Праймал Блист вообще не переживает относительно того, что ему какие-то спруты нажали, еще что-то. Просто, ну, как эту тушу пробивать. Меня больше интересует вообще жизнь Критча в этой истории. Вроде бы пока держится, но... Явно не на фри-фарме находится этот фейслес-воид. Ну, это нормально. Если бы этот герой еще фри-фармил всегда, в каждой ситуации, это было бы прям... Было бы прям нехорошо. Так, с кваддикосом, чтобы показывать, что можно с третьим ампауэром подфармливать нейтралов. Сюда приходит Антарес. Так, а что он нитмит не качает? А там крипа далеко, что ли? Такой план просто. Пришли, окей, хорошо. Магнус бьет крипов, ребят, разведал. Магнус уже 32 крипа на 5. Опережает вакверка. Анткрат, кстати, линию не пушил. Он видел, что Магнус фармит нейтралов. Он сказал, типа, окей, я линию пушить не буду. Хорошо. Коробку, кстати, вообще не качает. И вот билд ровно такой же, как в прошлой игре. Опять веток. Так, прилетает сюда Фурион. ПНГ хотят забрать. Прокидывается гранатом. Можно забрать, в принципе, и Киридыч. Но Киридыч уходит на таймболке. Тем временем ПНГ выигрывает. Много времени Астралом прокидывает. Еще и Бласт. Нет, не успел кинуть его. Стянули силы на Инпандос ради суппорта. Ну и опять же, Киридыч все это время не фармит. Вот в чем проблема. Рошан дал Соло один раз по башке. За ним еще 3 крипа бежит. Вот. И вот пошла инициатива уже на пятой минуте. С помощью Фуриона на нижней линии. Войд вообще боится подойти к вышке. Вот. Но с другой стороны, как Луни выйти теперь на линию? Такую игру мне и хотелось видеть от Соло на прошлой карте. Когда он именно летает, подключается к файтам. Так он так и делал. Ну там просто тролля убивать начали. Да. Но сейчас, видишь, они это компенсируют. Арклорд заранее отходит, чтобы не погибнуть. В лесу крепочков можно попробовать побить. Как-то там шатковал. Правда, у вас вышка начинает падать уже ощутимо. Так, и вот Соло прилетает обратно. Шла ракета. Подбивает у нас немножко нотисто. Так, а можно, кстати, его растоптать. Ну и Соло здесь погибнет. При этом летит ТБ на помощь, а чем он поможет. Разбег еще есть у Праймал Биста. И он отсюда просто выходит. Хотя Бим залетел неприятный в спину. Нужно спасать союж своего кора. Значит, выживает. А что это за иллюзия была такая, видела? От этого, от ТБ на Праймал Биста. Это сет какой-то? Это сет Праймал Биста так отображается новый. Вот это он как будто, знаешь, как будто это скульптура какая-то. Да. Но, опять же, сет только-только добавили в последнем сундуке, который был на Рождество. И, видимо, еще там. Может, фишка. Может, просто не продумали, как это все будет выглядеть. Выглядит прикольно. Ну, какой-то он слишком пухлый, нет? По-моему, эта фраза про Праймал Биста звучит с момента, когда на него первый сет вышел еще с броней. Он сразу был этим огромным просто максимально. Кстати, Леон пришел на руну. Смотри-ка. На руну опытают. А, нет, Антарес. И ФНГ, кстати, попробует украсть. Его что, не видно? Что-то за спор. Две секунды, нужно выходить. Нужно выходить и заберет же руну. ФНГ забирает руну мудрость. И Антарес просто одна елка обманула Террор Блейда. Это прям провал. Ну, с другой стороны, это ФНГ красавчик, да? Что такую точку знает. Это дико круто, на самом деле, сейчас было. И бонус, кто бы что ни говорил, очень ощутимый. Потому что вы же не просто получаете, вы забираете у соперника этот опыт. Да, в отличие от старых аванпостов, ты как бы прибавляешь еще к себе. Получается, что 560 плюс 560, там, тысячи опыта с лишним получили прямо сейчас на команду. Киритыч этим временем пытается забрать. Там Волки уходят под вышку. А будет ли помощь? Прогрызть себе дорогу на волю Киритыч не может. И погибает в этих спрутах. Килл достается соло. Вышка также падает. Размен по товарам, потому что сверху Ноти справился со своей задачей. Тысяча золота уже есть. В плюсе у команды Найн Панды засветили ФНГ. Отомстить за руну Мудрости. Телепорт. Опять не поймают. Не поймают. Да, не спит. Руна усиленного демеджа, кстати, для Магнуса достается сверху. И можно попробовать сейчас Т1 в мид линии как-то попробивать, если кто-то придет к нему на помощь. Там Киритыч прилетел, кстати, в мид. Ну, саппортом сейчас надо будет, да, где-то подкачаться. Потому что 2 руны Мудрости — это 2 руны Мудрости. Так, ну, кстати, РП. Вывезли. Есть Союз рядом. Ну, тут не уйти слишком много контроля. Отличная работа от команды ВП. И Киритыч приступает к фарму леса. Под бафом, опять же, Магнуса. Все это очень быстро происходит. Ну, линия тяжелая у него выдалась. Сейчас нужно будет реабилитироваться. То есть он, в принципе, похож на такого тролль Варлорда с прошлой карты. Он тоже сейчас находится на шестой строчке среди всех коров. Ну, мне почему-то кажется, что сейчас вот этот мув ФНГ станет ключевым. Тут, кстати, топчет у нас Соло. Соло пытался у нас заполучить немножко экспы. Ставит деревья, но против Праймал Биста это не работает. Он их просто разрушает. И, видите, сейчас находят кучу киллов с себе ВП. А, на ФНГ Астрал нажал. Так, нужны корди. Какой же быстрый. Просто на ноге ушел от Лондруида. Ну, герой просто быстрый сам по себе. Выглядит все это страшно. И вот когда собираются вчетвером, когда просто есть Фейсис Войт и Макнус вместе, не хотят на Инпандес лететь там дефать Т1. На них поставят хроносферу, будут бить. Будет больно. Не, ну, может и хотят. Но просто их в тот момент оказалось меньше. Сейчас хочется дофармить Аганим на Клоке. Как это реализовать Медведя? Кстати, грамотно ВП делаю, что против Медведя поставили просто в пугну. Которая и крипово отпушивает времени, выигрывает много, да? И убить ее довольно-таки тяжело, потому что Астрал и побежала. АТБ сейчас вообще просто подфаравливает Лиса, чтобы камбэкнуться по левелу. Соло там пытается где-то доедать опыт, но его за это один раз убили. А Луна уже давно ушла в лес. Сейчас постепенно начинает камбэкаться. Ну, в принципе, вайда ситуация не сильно лучше, а даже хуже. Коэффициенты от Винлайна тем временем 1.20 на 3.80 в пользу, конечно же, Virtus.pro. Nine Pandas в отстающих. ВНГ тем временем пытаются подцепить. Астрала уже нет, и корни проходят. Это килл для Альберки. Кстати, прикольно, он, по-моему, как-то то ли перевыз... А, Праймалбиста убили Луну в это время. Тогда не прикольно. Тогда вообще не прикольно. Размен неприятный получается. Киритыч тоже уже скоро себе привезет Момчик. Так, ну Вайнкрат, он накапливает себе ветки за каждый артефакт. 500 копеек осталось долго одним. Тайминг будет примерно такой же, как и в прошлой игре. Из плюсов, кстати, у них стаков много. Nine Shack. Стаков прям дофига. Ну, пант, я имею в виду. Но эту историю бы как-то проконтролить ВП, потому что на прошлой карте было то же самое. Именно с этих стаков вывезли все деньги. Правда, здесь эти финансы достаются Дарк Лорду сразу же. Ну, в прошлый раз, хотелось бы напомнить, это все забирал Клок ради Аганима. Ну, кстати, походу иллюзия на стакл, да, у нас Антарес. Прям грамотное использование способности героя. Ну, как-то все равно долго фармится. Луна не так много, Антворса. Ну, сейчас будет чуть больше, чем у Вайда. Но с счет этой смерти было меньше. Вот. Такая игра, с одной стороны, пассивная, да, счет 4-4 на 11-30. Но на самом деле действий много делается. Да просто нужны были артефакты. Вот сейчас уже есть World Discord. Можно подраться. Аганим появился, Мом в ту же самую секунду. И первый файт в тот же самый момент у нас начинается. РП по двум героям. Забирают моментально Деррор Блейда. Очень плотный Клакверк. Врывается под хроносферу Кириточи. Просто бить, бить, бить у демеджа. Нет. Как-то с краешку носит. Подцепил Альберку. Погибает Клакверк. Цепляет также и Аплейнер. Сбревают Лондруида. Ну и 2000 золота в преимуществе. Еще и Курицу Лондруида. По-моему там убили медведя, Лондруида и Курицу Лондруида. И ну это провал. Это провал. Ну Браво Сквадикс, который нашел инициацию вот так вот на двух героях. В тень. Вроде как я варда никакого не вижу. От вардов не было. 2000 золота практически выиграли в разнице. 1800 чистыми. 2000 опыта тоже немаловажный фактор на фоне того, что отстают в целом герои Нэн Пандас из-за тех самых рун мудрости. И сейчас вырисовывается неприятная тенденция. По КД кнопок могут это делать ВП. Сделали пару фрагов. Ушли, поформили. Получили плюс там один артефакт. Повторили. Соло цепляют наверху. Есть Хекс. Саюш как всегда рядом. Подкоп по таймингам. А тут уже и баши вроде бы должны быть. Соло телепорт. Не хватает буквально пары секунд. Ну поплыли, да? Вот эта руна экспы, конечно, подруинила, мягко говоря. Подруинила. Ну ладно. Есть повис на ТБ. Будет собираться Солар. Блин. И что делать? Им давить надо. Вот я просто, знаешь, сижу сейчас. Им надо давить пандам. Как-то напирать. Идти вперед. А их вот настолько сейчас отбросили назад. Луну эту сыгры выкинули. Только сейчас она камбэкается. То есть участок она не может. И с положительного есть только стаки. Но оппонент тоже фармит. Там все отлично у Магнуса. Все супер замечательно у Праймала. Который как раз танчить может. И Воид он не отстает от Луны. Он почти догнал ландруида. Так. ФНГ. Ну у меня Транквила. Если его в принципе они хилят. Так. Прилетает у нас Соло. Топора, кстати, нет. ФНГ должен здесь погибать, конечно же. Но это все выигранное время. Тем временем продолжают фармить сверху. По всем направлениям. И вот ты говорил о том, что Терраблейд как субпорт. Но это играбельная история. И здесь ни в коем случае без каких-либо там претензий к Антарасу. Он действительно там и иллюзиями, как ты подмечал, делал те самые стаки. У меня другой вопрос. Неужели не было бы какого-то суппорта, который эту же функцию выполнил лучше, чем Терраблейд? Ну конечно есть суппорты, которые функцию выполняют лучше. Тут же идея была в том, чтобы взять ТБ. И чтобы он был кором. То есть это вынуждено смена. Запайтить оппонента на какие-то драфты. Посмотреть, если драфт для ТБ невыгодный. И сменить его на кора. Вот. И собственно идея именно в этом. То есть это флекс. В их случае получился пик. Вот. Ну кажется, что просто это такой флекс. Ради флекса. Вот я бы так на это сказал. Не-не-не. Это играбельно. Это вполне играбельно. Да, это не суперэффективно против Вайда. Ну потому что он просто отпрыгивает. Да, это не суперэффективно против Магнуса. Ну то есть против какого-то Марфа это веселее выглядит. Когда вот эта иллюзия начинает наваливать. Вот. Войд-Магнус от этого не страдает. Но это просто вынужденная мера, чтобы у другого кора была хорошая игра. Но мы видим, что... Ну Луна последний Незборс. Так что, может быть, от этого не стоило. План не сработал, действительно. Выход в смоках. Но такое, опять же, должны были прочитать его. Идут в топ. Отступают. ВП тоже разбивают смоки от Леона и от Магнуса. Это еще какой-то странный смок. Друид. Все в смоке, кроме главного друида. В разные стороны все расходятся. Вроде бы под свой вижен вышли. И потратили много времени. Хорошо хотя бы Луна на всем этом таймере просто фармить лес. А там Шива. Шива уже есть у Праймал Беста. И кажется, что вот этот выход с маках под все готовые кнопки команды ВП будет куда более эффективным. Но пока они никого не видят. Они сейчас найдут... Там Клаквер культ потратил. Они найдут Альберку. Да, Шива пошла. Пошел разгон. Есть у нас, кстати... Тут вопрос, кого будут первым забирать. Прилетает Соло. Цепляет Саюша. Прокидывается граната в спину. Леону можно забрать, но есть подсейв через Астрал от Пугны. Восстанавливают здоровье. Саюш выживает на фулл ХП. ПНГ. Бласт прокидывается. И всех распугал Медведь. Не самый удачный врыв от ВП. Будем откровенны. Да, они по итогу вообще чудом получили. Но они как-то, знаешь, они попытались добрать Лондруида. Но Лондруид сыграл хорошо. ТБ они не тронули. ТБ накинул по итогу иллюзии. Всех показывал. Хотя они могли 100% убить ТБ вообще моментально. Но кнопки не потрачены. То есть есть по-прежнему ИРП. Есть и Хроносфера. Шива готова. То есть почему бы не повторить буквально через 5 секунд. ХП все восстановили. Ну, потому что теперь этого уже ожидают. Ну, смещаются таким образом в топ. При этом, минуя вражеский вижен, там единственное, что спалился у нас в НГ. Подвард зашел в свою собственную двойку. Но не хотят драться сейчас на пандос. Продолжают они играть на фарм Луны. На фарм того же самого Лондруида. Но помнишь, мы говорили с тобой на стадии драфта, что 25 минут ты давал по таймеру пандам. И остается меньше 10. Так, а тут, кстати, Дарк Лорг подошел под Магнуса. Магнус как-то под Фиром очень быстро убегает. Фир был лишний, наверное. У него хаста еще у Магнуса. Так вот Соло. Ну, Соло Танчил, да? Соло отлег внимание на себя для того, чтобы тиммейты ушли. Но тут Хроносфера под двум кором ставится. Керитыч начинает разбивать лицо Лондруиду. Дарк Лорд погибает после пальца Леона. Заряд для Саюша. Мелоча приятная. 11-5 счет, но 5000 золота преимущество. И... Там с таким запасом герои погибали, потому что РП еще было. Так круто реагирует ВП, я бы хотел отметить, на действия на Инпандес. То есть они всегда оказываются рядом, прилетают на аванпост, на... Ну, просто для того, чтобы... Мне Клока вообще не хватает. Ну, тут, давай так, они сами не доиграли. Во-первых, Фир был, который заставил Магнуса бежать быстрее, и он убежал просто с драки. Соло, который прилетел, просто... Ну, погиб, на него вообще ничего важного не потратили. Клока, которого просто в драке не было. Где Клок? По идее, Клок, который купил Аганим, вот ты ждешь, когда он купит Аганим, он должен играть максимально активно. Прамилбис, да, хотят подцепить, но промахивает со своим... Шотом. Бедный Клокверк, никого не подцепили. Сквадикс также отсюда уходит на Бриндайгере. И выглядит все это очень... Сложная задачка для команды Найн Пандас, как реагировать на эти выходы, потому что сами они не инициируют, а когда у ВП готовы кнопки, они убивают вас. Либо вам страшно них инициировать. А посмотри, а что у них должно инициировать? Фурион, который прилетает с фрута и ставит? Нет. ТБ, который выбегает, иллюзии кидает? Тоже нет. Медведь, который просто бежит, будут корни, не будут, или там бим, луны. Единственное, кто тут может инициировать, это Клокверк, хукшотом. И это надежная атака, но это всего лишь одиночная атака. Но Клока в драках нет. Нет, получается, атаки у панд просто нет. Тем временем у нас тут драка начинается вроде бы с Антарасом. Должны его забрать. Пошла Шива от ноти сюда. Подцепили соло в двух флангах, скажем так, воюют. По итогу Альберка погибает за секунду. В ответ забрали оффлейнера. Хорошо. Хоть какие-то ответные киллы от Найн Пандас. Но они опять за двумя этими зайцами... Он опять за двумя зайцами бежит. Он там может убить точно ТБ. Такой думает, о, ТБ кто-то убьет. Я его с Шивой зацепил. Я пойду еще затопщу Фуриона. По итогу... Ну, по итогу команда абсолютно правильно переключилась вообще на третью цель, на лун Друида. Вот. Но Праймал погиб. А у Праймал Нетворс высокий. Гораздо выше, чем у Друида. Потому этот размен не выгоден для АВП. Выгоден, возможно, с точки зрения того, что пришла Луна. Да, которая, возможно, хотела быть там в другой части карты. Но, я думаю, Дарк Лорд только рад. Просто во всей этой истории остается доминация ВП в той самой лейт стадии. Если размены идут примерно 50 на 50, а таймер щелкает там плюс 20 минут, плюс 5 минут, и еще, еще, еще сверху... То им все тяжелее, да. Ну, довольны ВП, недовольны панды в данной истории. Это да, это правда, потому что чем дальше... Мы видим, он Друид уже не проблема. То есть, вспомни, буквально минут 6 назад нападали на Медведя, а вчетвером не могли его пробить. Да, он там хилился, там эфиры нажимал. Здесь два героя справились просто суперлегко. Вот. И хватит ли Луне убить урона в Войда, чтобы убить Войда? Да никогда в жизни. Вопрос на этот... Точнее, ответ на этот вопрос ты уже на стадии драфта озвучил. Вот, кстати, еще знаешь, какой прикол есть? Когда Леон купит шард и будет в драке вот это стоять, все цели высасывать, замедлять. А что ты можешь против этого сделать? Что у тебя там по станам есть? Типа иллюзию в него кинуть. Тем временем, напомним вам, что действует боевой пропуск от Винлайн, конечно же, в рамках которого вы можете выполнять задания. 50 заданий выполнили, добрались до 51-го секретного уровня. А зачем? Потому что за каждый уровень вам даются крутые подарки. От скинов до фрибетов, естественно. Заходите на сайт Винпасса, отрезируйтесь там с помощью своего аккаунта Винлайн и начинайте выполнять задания. Он, кстати, в этой зиму еще и получил обновление интересное, поэтому если давно не проверяли, самое время. Тем временем, Сквадикс Антареса находит, просто пробивает, но завести не получилось под вышку. Интересно, почему не получилось. Он, кстати, был с этим... Ну-ка понял. С гарпуном. А, тут, кстати, Праймал Бикс приходит, начинает затаптывать Антареса. Надо ультовать. А, кстати, а, не успел. Последним, последним ударом об землю добивает. И вроде бы не получилось, но по итогу получилось даже лучше. Энкараду нужно отсюда отступать. Идет за ним Нотист. Ой-ой-ой, подцепят же, подцепят. Клакверка есть Коги. Но начинает высасывать чипа мани. Энкард вывозит. Проблема у Сквадикса. По здоровью серьезный палец. Не заряжает, потому что демэджа не хватило. Проблема теперь уже и у Праймал Беста. Вырисовывается очень серьезный. Ультимейт Луны потратили, безусловно. ВНГ бежит сюда. Все без маны. Просто все без маны. А тут Хроносфера. Хроносфера на кого? Ну, на Луну, конечно же, должны ставить. По идее, если подставятся. Не на кого. Мобильная Луна все-таки довольно быстрый герой. Да. Кирич не догнал. Леон уже проблема, видишь. Клакверка просто за стан всю ману высасывает. И вот этот Клаквер, который должен кастовать эти ракеты, кидать там что-то. Он уже не так хорошо работает. Да и щенотворство, на самом деле, огромное у Леона. Леон вообще себя чувствует королем этой игры. Но, по крайней мере, среди суппортов-то уж точно. Да. Когда ты отстаешь там на 2500-3000 золота от вражеского кора. Это серьезная заявочка. Да и ману там довольно легко андроиду выжечь. Так, у нас бомбардировка пошла Клакверка. Кстати, видят ли война? Да. Но хотим ли мы драться вражь пить, когда у соперника есть ИРП и та самая Хроносфера? Цепляет тем временем Соло. Залетел слишком далеко, такое ощущение. И первым погибнет. Да, у него есть чит, но недолго он действует. Соло погибает. Альберка дерется за счет своего медведя. Клакверк на него ставится Хроносфера от Киридыча. Разбивает лицо вражескому мидеру. Инград держится, но недолго. И теперь уже Тарк Лорда можно забирать. Ультимейт, Луны нет. Ревис Полярити по двум персонажам. Сквадикс выживает, восстанавливает здоровье ему тем временем ПНГ. И все это время Альберка просто бегает. Урона внести достаточное количество не получилось. Минус пять. Без потерь. Браво, Виртус Про. Отличная драка для них. И 11 тысяч золота преимущества. Плюс вишенкой на торте. Это Трошан. Не знаю, классная драка получилась. Стоит ли он, откачивает ману у всех. Опять этот Соло прилетает первый, который просто... Не знаю. Соло на уверенности сегодня. Ходящий, 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 прилетающий в ад. Давай так. И в это время стоит сзади Пугны и заливает Леона, которого бьют. То есть тут БКБ стоит. Контроля нет. Выглядит прям супер. Круто. ВНГ успел Леону залить. Успел залить, по-моему, Праймл Бесту. Потом переключился на Сквадикса после Резус Полярити, чтобы его не забрали. То есть все слишком хорошо вырисовывалось для ВП. И сейчас они вчетвером вылетают. Судя по всему, это был лаг сервера, потому что у нас тоже пролагало. Да, вот ребята у нас коннектятся обратно. Ну и теперь большие проблемы кого-то убить. Потому что могут ВП кайтить панд, как детей. Кидается Астрал. Кто должен в этот Астрал кого-то убить? Фурион нет, ТБ нет, Друид нет. Его просто... Ну, как бы он просто бегает. У Друида вообще нетвор сейчас уже ужасный. Его с игры выкинули. То есть как убить Леона, который высасывает ману, уже проблема. А у тебя помимо Леона есть Магнус, толстый есть Праймл Бест, толстый есть Войт, который себе прыжками ХП отхиливает. И все это упирается в то, что нужен контроль, которого нет. Идея драфта в другом. Идея драфта в том, чтобы пойти кулаком и без контроля снести оппонента. Но я давал им 25 минут, а мы видим, что 25-ая минута 12 тысяч перефарма у ВП. А должно быть наоборот. Да в том-то и дело, что если представить себе в альтернативной вселенной зеркальную встречу, где вот 12 тысяч золота на этой 24-й минуте введут 9Pandas, я бы по-прежнему сказал, что у ВП есть шанс на камбэк. Потому что у них есть храносфера, у них есть ТРП, у них есть комбинация какая-то. У них есть лейт потенциал. 9Pandas намного сложнее. Вот этой теории идеального замеса у них в принципе нет, по-моему. То есть у них герои друг с другом не взаимодействуют. Они просто райт-кликом должны идти и разбивать лица. А когда у тебя фурион вынужден прилетать, типа, парни, я здесь. Я инициирую, ребят, я ворвался. Сейчас я кого-то деревья поставлю. Причем в прайм-лбиста ты не поставишь, он их просто как бы смывает. Да и Магнус может убежать, да и Войт может выпрыгнуть. Так-то деревья еще не особо эффективные. Если ты поставил в Леона, который нажал мана Дрейн, он может тебе еще и спасибо скажет, типа, да. Спасибо, а я как бы БКБ забираю ману, еще и в клетке встаю. Вот, и это, ну, небольшая проблема, в скобочках, большая. Забирают вышки уже просто Керитыч в соло выходит. Да, гранатками, не гранатками, точнее, ракетками Клокверку уверенно отпушивает. Та же самая проблема, что была на предыдущей карте, но с ней смогли справиться. Добрались просто до Клокверка. Форстав есть у Леона. Ну, два сейва по факту, да. То есть он может и шарп нажать, да, получить этот эффект. Он может и форставнуться. У Сау Пугна есть Салар, У Пугна есть Астрал, тоже есть сейвы. Вот. Так, а у Луна тем временем собирает БКБ мант умом, но это мало урона. Так, Антареса тут атакует. Нужно успеть его убить до свапа. Не успели. Можно фингер дать. Ну, они прям, знаешь, с голосовым управлением от тебя. Фингер дали, стандали, правда, немножко не успели. Но это не становится какой-то проблемой. Да нормально, на ульт развели. Нормально, в принципе. Так, Складикс тут разбирается с иллюзиями, подпушивает нижнюю линию. И ВП уже начинают, смотри, 25 минут, а теперь уже ВП играет на вражеской карте. И как кого-то... Есть Иммортал, есть Шарт наводит. Да, блин, короче, я уже не понимаю, как его тут. Единственное, что меня радует во всей этой ситуации, я пытаюсь находить плюсы, это то, что Дартлорд на Луне находит место для фарма. Он там нижний лес побил у соперника, сейчас улетел наверх, там подфармливает что-то. То есть Луна хотя бы эти там 13,5 тысяч имеет. Но она отстает, при всем прочем, на 3000 золота от Фейса Спойда на 26-й минуте. Ну, то есть, практически там целый артефакт разницы. Это очень серьезно. Там у Праймала Аганим почти появился. При том, что у него Шива, при том, что у него Термал Шрауд. Сейчас Аганим еще будет. Блин, Нотисы, кстати, очень классно играет. Мне прям нравится. Да, есть Аганим. А чем Лундруид может нас порадовать? Ну-ка, покажите. Чем он нас порадует? Ну, не-не-не, это 66 веток. Орб, коррозия, сабля. Ага, понятно. Ну, вот тоже, да, не выглядит, как медведь, который всех выиграет сейчас. Ну, у него маленькие артефакты, у него там 11-200. Следующий артефакт тоже маленький, это Матч Слеер. И он тут саппорта даже убить не может, просто потому, что саппорты уже могут друг друга сейвить. С этим Аегисом будут подниматься на хайграун, потому что все кнопки сейчас должны будут быть готовы. Что там по кроносфере? Фейсес Войт может погибнуть. Тайм Волком выходит, восстанавливает здоровье. И тут же Леон у всех высасывает ману. Всем наносит дэмэдж, ставится вард Пугне. Выходит из этого файта. Погиб тем временем соло. Опять где-то в спине залетел на соперника. Рюс Полярити не самый успешный от Сквадикса. Будем откровенны, врывается Клок. Неплохие Коги Фэнга забрали. В очередной раз спасается Киритыч. У него по-прежнему есть Аегис, но он остается без ресурсов. Мало маны. Нотиск начинает разбивать лицо вражескому мидеру. И Клокверк тает на глазах. Байбека у него нет. Дарк Лорд погоня за ним уже. Чуть ли не под фонтан гонятся. Это минус пять. В размен на Аегис и Суппорта пятерочку. Ну, соло как обычно залетел. Да. Ну, соло свое. Есть. А, хроносферы нету, да? Я не понял. Ну, нету никаких скиллов, кстати, у ВП. Пошел байбек у нас от ТБ, но это ТБ-суппорт. Сразу же его завозят и говорят, здравствуйте. После байбека и сейчас это классическая история пабов, что они соберутся вместе. А сейчас можно зафилить? Ну, а можно забрать просто райт-кликом Кириточу вражеского кора. Соло пытался улететь, но... Гуд гейм. Но не вышло. Опять же, таймер. Таймер уже не позволял. И мы видим, что даже при дефе базы нет возможности отбрасываться какими-то способностями. То есть все равно Клок хочет выйти на контакты. Его контакт до конца. Либо ты, либо тебя. Луна, но на тебя под сейвы нет. Суппорты с этим не справляются. Ну, как эти суппорты должны спасать Луну в файте? Продлевать ее жизнь. Они не должны спасать Луну в файте. Файтов таких не должно быть вообще. Если они есть, значит уже как бы стратегия не сработала. А идея у стратегии была. На самом деле была, но как бы не получилось ее реализовать. Потому игра выглядела где-то несколько нелепо. Вот этот Фурион, который врывается в спину куда-то и начинает лупить людей, умирает там, естественно. Ну, слушай, при всем прочем, нельзя сказать, что ВП как-то старались сломать игру Найн Пандас на старте. Они играли в спокойный фарм. То есть Найн Пандас не проиграли стадию лайнинга. Да, возможно, все было там не сверх шикарно. Но у них были там стартовые артефакты. Они очень долго держались с нуля. Возможно, тебя не устраивает не проиграть стадию лайнинга. Тебя устраивает ее выиграть. Вот в этом как бы ключевое отличие. Ну, тут стоит отметить точно Сквадикса. Вот, потому что они смогли взять два важных килла в миде. Поставить туда Вайда, дать ему камбэкнуть. И потом вспомни, как они реализовали первый блинг. Очень круто. Двоих он прыгнул, там, шлеп, потом еще половили. Всех побили. Вот, потому что Луна, вот опять как в прошлой игре, счет у нее 2-4-1. Вот на него опять просто забили. Соло там с ним постоял-постоял. Сказал, типа, ну, я полетел вниз. Ты тут как бы против Праймала Биста и Леона развлекайся. А на Луне против Праймала это ты как бы подошел в рейндж этого... Как он называется, этот скил? Он слаут, по-моему. В рейндж он слаута подошел, погиб. Соответственно, он как бы идет фармить лес. А лес он идет фармить главе Лена-4, когда ты еще фармишь медленно. Ну, и типа, и что? Какой смысл? Да, и ты просто возвращаешься в игру в тот момент, когда ты набираешь свои артефакты, когда у соперника этих артефактов элементарно больше. И вот мы какую позицию не возьмем в сравнении, здесь уже совсем другой Клакверк. Он намного меньше внимания к себе привлекал. Он вообще, мне кажется, должен играть по-другому. Мне кажется, он должен стараться... Ну, окей, он афк фармит до Аганима. Хорошо, я с этим не спорю. Но потом он должен быть всегда на острие атаки, а его не было. Вот его не было. То же самое, что на первой карте. То же самое. На первой карте он хотя бы активничал. Здесь его просто было меньше всех. Я даже Луну видел чаще, чем его. Так не должно быть. Типа, ну, ок. Ну и этот нотист, конечно, который уже Дагон себе собирать стал. Я не заметил появления данного артефакта. Но не он решил. А Дагон же спел лайфстилдит, по-моему. Так что идея, возможно, не только в том, чтобы там кого-то вжарить, типа, на 400 хп, а просто отхиливаться вот этими топотами, шилой. Да, в него пытались сливать там кучу демеджей. И все равно он выживает. Потому что помогает этому и суппорт. Им не очень нравится вообще, как играют в ВП с точки зрения концепции их драфта. Того, как они поддерживают друг друга. Я на месте зрителей, я призвал даже наших уважаемых зрителей сконцентрировать свое внимание на уровне игры Virtus.pro. Они действительно круто скатали это Best of 3. Да, да, это правда. Они скатали это так, как играет тир-один команда. Которой, судя после International и до International, во время International, они сейчас и являются. Приятно было смотреть. И круто, что, продолжая эту историю с International, что это не разовый такой всплеск, после которого есть спад. Это продолжение работы, улучшение своих историй. И задел на будущее. Потому что ребята, как говорится, молодые, перспективные. И сейчас все больше и больше внимания к себе начинают привлекать. Абсолютно заслуженно. Крутейшая серия, крутейшая игра. Хочется их увидеть уже с соперниками, которые на их уровне находятся, наверное. Не, ну почему? Я вот с удовольствием посмотрел, как они против панды играют. Не, мне тоже понравилось. Я уверен, что пандам было больно, в чем дело. И я бы хотел какие-то перевороты, перетягивания каната. Давай так. Они пытались сыграть в стратегии, скорее всего. Потому что то, когда ты не даешь спейса к пору первой позиции, когда у тебя мидер в ФК фармит аганимы, когда у тебя, ну, суппорт ТБ, ну, это нестандартно. С этим играть, ну, необычно. Когда у тебя фурион вынужден прилетать и просто вот лоб себе разбивать каждый раз. Просто, чтобы дать вишню. Это, ну, это не есть прям такой стандартной дотой, скажем так. В любом случае, как мы ранее говорили, у команды Nine Pandas еще есть возможности двигаться по сеточке. Потому что нижняя сетка присутствует. Вообще на регион Восточной Европы три слота идет с этих квалификаций. Поэтому за ними мы также внимательно пронаблюдаем дальше последующие игровые дни. Обязательно на канал подписывайтесь, чтобы их не пропустить, естественно. И также напомним, что сегодня на этом канале, правда, спустя 2 часа 10 минут только у нас стартанет следующая встреча. Но, друзья, там будут играть Na'Vi против Spirit. Поэтому, господа, обязательно оставайтесь с нами и приходите смотреть квалификации на Dream League. Сейчас же мы уйдем на довольно внушительный перерыв.